Сегодня на этой площади находятся сотни тысячи Чеченской республики и гости из соседних регионов России. Мы с вами собрались на митинг протеста против геноцида мусульман в Мьянме. За последние полувека на земле непрерывно шли военные действия, гибли миллионы мирных граждан. Но человечество еще не видел такой массовой жестокости над стариками, женщинами, детьми. Тысячи и тысячи жителей штата Ракхан постоянно подвергаются насилию. Методы военных и монахов по своей жестокости происходят действия на дезиндрате фашистских лагерах смерти. Власти этой страны лишили право на жизнь более одного миллиона мусульман. Их жалкие жилища горят в огне. Беззащитного людей разрывают на части, сжигают на кострах, топят в воде. Детей бьют об землю, бросают в огонь. За этим молча наблюдают ООН, Евросоюз, региональные организации, Юго-Восточная Азия, короли, президенты и мировая пресса. Вместо резкого осуждения геноцида ведутся жалкие разговоры о гуманитарной помощи. Вот истинная цена громким заявлениям растителей мира о преданности идеалам свободы и гуманизма. Кровавый режим устроил этническую чистку. Целый народ стоит на краю гибели. Его трагедия длится много лет. Но никто не вводит против этой страны экономические и политические санкции. Я хочу напомнить, что набравшие сегодня в рот ввода лидеры мировых держав совсем недавно маршировали по улицам Парижа. Это было после событий редакции одного из журнала. Им кто-то из сильных мира всего приказал ехать в Париж, а они не посмели отказаться. Первые лица западных стран готовы защищать права даже одного человека на дистанционной ориентации, но теряют дар речи, когда уничтожаются целые народы. Такая позиция вызывает негодование и гнев всех людей доброй воли. Аллаху Акбар! Когда мы в Чечне предложили проявлять ответственность способников террористов, а также близких родственников во всем мире, подняли шум. Мьянме длительное время сжигают и режут детей, подпрыгивают на малышах. В чем виноваты дети Рахинья, которые халдокровно убивают? Абсолютно ни в чем. Но эти картыки на телекранах не показывают, про это не пишут. Неужели это не повод для того, чтобы мир созернулся от ужаса? Так не может дальше продолжаться. Сегодня я и миллионы жителей десятков стран требуем от лидеров мировых держав навсегда остановить это кровоподвижение. Мы требуем наказания виновных и международного расследования преступлений против человечества. Мы также требуем призвать к ответу странам, которые закрыли границы и отказали в помощи беженцам. Они обратили их на неуминуемую смерть. Необходимо срочно восстановить гументарную катастрофу и протянуть руку помощи гибнущему народу Рахинья. Я твердо уверен, что наш с вами призыв услышит сотни миллионов человек во всем мире. Их долг поддать свои голоса в защиту от несчастного народа. И выступит против фасистующего режима. Да поможет нам все вышли Аллах. Аллаху Акбар! Аллаху Акбар! Аллаху Акбар!